всем привет друзья вы на канале дтв у нас сегодня на просмотре обзор g62 m7 ноутбук итак вот такая коробка идет значит ноутбук на базе intel core a7 6700 hq игровой ноутбук 6 поколения с возможностью расширения значит диска ssd специальный не слот 50 и gm3 на 4 ssd то есть не надо будет снимать как на многих ноутбуках дисковод для того чтобы поставить ssd диск здесь просто покупаем плашку и можем увеличить и разогнать еще более мощнее наш ноутбук значит оперативная память ddr4 на 8 гигабайт кулер boost отдельно у него есть кнопка вот hi-fi sound то есть видите двойной вход итак такая коробочка значит новый такое стоит порядка 68000 рублей цвет черный значит у него экран 15 и 6 full hd видеокарта nvidia geford dtx 950 м на 2 гигабайта и конечно же жесткий диск на 1 терабайт итак давайте-ка мы его сейчас раскроем и посмотрим так давайте глянем на его внешний вид сегодня мы обзор немножко сделан по-другому смотрите кстати предыдущее видео тоже а седьмой у нас был это тоже на таком же процессоре 6700 hq именно asus был там видео на 18 минут было здесь мы немножко по быстренько вам пройдемся глянем значит здесь у нас присутствует дисковод usb 2.0 с этой стороны слот под sd карточку питание 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 давайте хотите бог сейчас посмотрим я знаю смысл его смотреть вот они здесь давайте глянем 19 с половиной вольт 6 по и 15 ампер 220-240 вольт в принципе то же самый такой же адаптер как и вас всегда был непосредственно разъем у них одинаковые вот давайте посмотрим сейчас нижнюю часть здесь что интересно очень легко вот эти все болтики откручиваются то есть если допустим увеличить оперативную память или добавить и создает они принципе никакой сложности в этом не будет так на этой стороне у нас лан так это мы отключим здесь 30 usb hdmi вот это честно говоря не знаю что за разъем напишите пожалуйста для чего нужен первый раз такой вижу далее опять 30 usb тайп си и под наушники и микрофон то что я показывал вот у меня от манбука свое время остался такой декодер вот его можно чистая все сюда вставить вот здесь можно еще видите 30 hdmi вот таком и тоже было как дополнительно можно подключать весь соку переходника и так давайте мы его откроем и посмотрим реальные наши цифры а также пройдемся в игру посмотрим как всегда world of tanks потому что у него принципе одни из самых таких больших требований таких играх и так здесь мы сейчас быстренько пройдемся и посмотрим не будем включать он тоже включается где-то в районе 10-15 секунд если стоял бы ssd здесь то соответственно загружался гораздо быстрее я думаю секунд за 5 за 7 итак давайте посмотрим технические характеристики и так набирая в поиске систему и у нас здесь появляется видите о компьютере я не стала виду 64 устанавливать в принципе нет необходимости и так что мы здесь видим давайте поближе подойдем и так и здесь мы видим значит 15-дюймовый экран мы видим как раз intel core i7 6700 hq 2 из 6 гигагерца с возможностью разгона до 3 и 6 гигагерц через turbo boost оперативная память 8 гигабайт видеокарту мы сейчас посмотрим давайте мы это закроем значит видеокарт у нас находится здесь меню и geforce nvidia и вот сюда мы видим что здесь видеокарточка geforce gtx 950 м на 2 гигабайта это дискретная карточка здесь конечно же есть интегрированная еще своя внутренняя впаян но мы не будем это тратить время давайте мы сейчас откроем world of tanks к сожалению нас тут уже выкинуло и мы сейчас посмотрим наши игры как они будут выглядеть сейчас мы загружаем нашу игру возможно может быть есть смысл выключить вообще свет давайте мы отключим ну давайте сейчас зайдем настройки посмотрим вообще какие настройки у сам автоматом здесь определил то открываем графика стоит высоко давайте поставим ультра к сожалению пакет hd не успел скачать но я думаю что то же самое будет ставим hd ультра то есть вот везде видите максимум ультра настройках и нажимаем применить и окей и так давайте запустим игру давайте 121 танк запускаемся кто не хочет ждать могут этот момент принципе перемотать вперед вот если какие-то вопросы по данному ноутбуку есть пишите еще раз напоминаю что туда можно вставить слот ssd сейчас на 512 гигабайт ssd-pci именно слотом nv-me 3 на 4 ген стоит где-то порядка на 512 гигабайт это равен 5-6 тысяч это очень мощный ноутбук а и расширять можно DDR4 оперативный панч до 32 гигабайт сейчас стоит здесь одна оплачка на 8 гигабайт всего 4 слота понимаете еще на где-то на 3 слота можно поставить 24 гигабайта она будет поддерживать 32 гигабайт вот поддерживается оперативная память 1600 махов вот и так у нас загрузилась игрок давайте посмотрим обратите внимание на наш вот так поехали значит 26 фпс и 67 70 80 пинг у нас 25 26 фпс держится у нас стабильно давайте мы сейчас проведемся сразу говорю что мы здесь супер боя сейчас не буду показывать все очень хорошо идет плавненько единственное что у меня с интернетом здесь конечно глюки вечно с этим ростелеком одни проблемы какие-то чувствую надо будет уходить от них компьютер да наверно немножко нагревается но не так критично итак ну на этом все наверно вот в принципе все что хотел показал давайте я вам сейчас клавиатуру покажу поближе принципе такие буквы интересные здесь красиво честно мне больше чем asus он понравился очень красивый вот здесь вот эта кнопка то что я вам говорил вот когда нажимая что рвоз и слышите звук какой сразу вентиляторов давайте мы его отключим все все всем пока подписывайтесь с вами был канал дтв пока